МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добросовестных работников в животноводстве высокой была всегда. С героем социалистического труда Константином Хлебцовым мы встретились в агрогородке Носовичи Добружского района. После школы он пришел на ферму местного племзавода, где со временем стал лучшим животноводом страны. Сегодня он вновь вспоминает то время и называет главные составляющие успеха. Тогда была более-менее лучшая дисциплина и заинтересованность. Если пришел человек работать в хозяйстве и добросовестно работает, то он знал, что получит и 13-ю, как у нас в племзаводе на Сочи, 13-е и 14-е, а потом придумали и 15-ю какую-то доплату. И мы по окончанию года... Вот я лично получал где-то до полторы тысячи теми деньгами советскими. А что такое полторы тысячи? Это огромные деньги были. У нас коровы блестели, фостики мы мыли шампунью. Мы знали индивидуально каждого животного, как говорят, в лицо, ну, в морду, животных в морду. Вот, узнали. Каждая стояла на привязи. В каждой висел кличка, индивидуальный номер, суточный удой, контрольные дойки проводили. А теперь все обезличено. Вот заходит оператор в доильную яму, в зал доильный, он видит, что вымя, хвост и ноги. Все, он животного, он не привязывается к нему так, как мы были привязаны к каждому животному. Но здесь нагрузка побольше. Здесь на каждого оператора в пределах 200 коров, 150-200. А тогда у нас было, когда я начинал работать, закрепление 25 коров было. Потом сделали 35, потом уже 50. Со временем на ферме установили молокопровод, и работать стало немного легче. Уже не нужно было тягать ведра с молоком. На дое и без того были заметно выше республиканских. 6 и более тысяч килограммов молока от коровы за год. А у Константина Хлебцова 7 749. Это был самый высокий показатель в республике. Хлебцов становится звеневым животноводов, работавших со стадом высокопродуктивных коров. Побеждает на районном, областном и республиканском конкурсах молодых мастеров машинного доения. Достойно представляет республику на Союзе. Годовая продуктивность дойного стада в звене возросла до 12 тысяч килограммов в год. Его мастерство, настойчивость и самодачу оценили на государственном уровне. Наградили орденом знак почета. Спустя некоторое время орденом Ленина. В 1988 к ним добавился еще один орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот». Под продуктивность специально делались комбикорма. Комбикорма в последнее время, когда я работал оператором, спа такой делали, гранулированный. Привозили нам... Мы проблемы комбикормов вообще не знали, что такое. И я когда был жив Михаил Ильич Сидоренко, директор, так я к нему заходил в кабинет и говорил, просил Михаил Ильич, дайте мне еще 50 грамм добавьте на литр молока, я вам дам прибавку 100 литров в день. Наличие качественных кормов в достаточном количестве сегодня, пожалуй, одна из главных проблем для ряда сельхозпредприятий региона. Можно ссылаться на засушливую погоду, и это тоже будет правдой. Однако правдой будет и то, что профессиональный уровень некоторых специалистов оставляет желать лучшего. Иначе трудно объяснить, как при одинаковых условиях практически соседние хозяйства могут получать разные результаты. Акционерное общество «Утьевское» в Доброжском районе одно из лучших. Во всяком случае, до 70% доходов хозяйства от реализации молока, которое, к тому же, сдается переработчикам только сортом «Экстра». В хозяйстве уверены, все дело в наличии качественных кормов и заинтересованных в конечном результате животноводов. Проблем у нас с дояркой нет. У нас работает молодежный коллектив. У них достойная заработная плата. Заработная плата в среднем составляет 1500-1600 рублей. Рабочий график у них. Они работают три дня, два дня отдыхают. На уходящей неделе председатель обл. исполкома встретился с коллективом Института радиобиологии. Учитывая профиль учреждения разговора о путях повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли с помощью научных разработок, здесь есть резервы и немалые. В свое время в Институте разработали программное обеспечение для ведения экологически чистого сельскохозяйственного производства. Его использование позволяет увидеть реальную картину состояния земель и таким образом оптимизировать севооборот. Говоря простыми словами, выращивать культуры там, где они действительно растут. К сожалению, после апробации в одном из хозяйств области эта разработка так и осталась невостребованной. Как и некоторые рекомендации по выращиванию новых перспективных кормовых культур. Всегда все земли пригодны для выращивания. Это мы должны учитывать. И кукуруза одна из приемлемых культур, которая была развиваться сегодня в этом направлении Гомельской области. 340 тысячи гектаров мы сеем и не снимаем эти с важности посевы. Поэтому, конечно, мы должны учитывать и предложения, и те, которые научные, которые тенденции есть, наши институты мы должны учитывать. Первый очередь, поэтому мы это обратим внимание. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гопанько. Новости недели.